Есть сразу несколько весомых причин того, почему здоровым людям нужно регулярно показываться онкологам и проходить обследование. Во-первых, рак занимает второе место среди причин смертности в Беларуси, а его раннее выявление – залог сохраненных десятилетий жизни. Во-вторых, онкологические заболевания молодеют, а потому даже юношам и девушкам нужно быть начеком. Кстати, на базе шестой городской поликлиники мероприятие состоялось не в первый и далеко не в последний раз. Акция, конечно, очень полезная. И люди, вот если мы проводили первый год, люди, может, даже не вникали и не знали об этом, то сегодня у нас даже были звонки из других районов, можно ли прийти и пройти это. Людям, конечно, это удобно. Сегодня без талона можно пройти консультацию онколога, который онкодиспансирует всегда очень много народа. Но и в то же время пройти без очереди эти обследования и УЗИ, и маммографии. Я хочу сегодня пригласить всех наших пациентов, закрепленными за поликлиникой, тех, которые не посещали поликлинику два и более года, тех, которых мы приглашали и не явились, и всех других, которые не пришли на диспансеризацию, посетить своих участковых врачей и пройти диспансерный осмотр. В день реализации профилактического проекта «Предотврати болезнь, выбери жизни» в Брестской городской поликлинике номер 6 очередей пациенты не застали, но было достаточно многолюдно. Оживленно в кабинетах у уролога, маммолога, эндокринолога. Рак щитовидной железы для Беларуси – тема особенная. После Чернобыльской трагедии количество пациентов значительно возросло, потому сегодня эндокринологи призывают держать руку на пульсе и раз в год посещать их кабинет. «С нами проведено 20 ультразвуковых исследований щитовидной железы. Что поразило, ни одного здорового человека сегодня мы не нашли. У всех выявлена патология. Кто-то наблюдался раньше и знал о своей патологии, просто пришел еще раз убедиться, услышать компетентное мнение. У кого-то эта патология была выявлена впервые, то есть люди пришли, уверенные в том, что они абсолютно здоровые, а выявлена у них была узловая патология. Сейчас люди узнали о своем здоровье, то, что они не знали. Они будут предпринимать дальнейшие действия, направленные на консультацию эндокринолога по месту жительства и будут проведены дальнейшие обследования. Будет контролироваться уровень гормонов щитовидной железы. Возможно, кому-то понадобится биопсия узла для того, чтобы исключить онкологическую патологию». И, пожалуй, это лучший пример эффективности профилактического проекта «Предотврати болезнь в выборе жизни» в рамках программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы и задачи инициативы цели устойчивого развития подобной акции в городе и области будут продолжаться с аналогичной активностью.